Каждый птицы – дом в Нижегородской столице. Так называется акция. И это никакая не первоапрельская шутка. Хотя завтра не только День смеха, но и Международный День птиц. В Нижнем Новгороде его решили отметить размещением новых скворечников. 50 полноценных домов не привлекают внимания. Они сливаются с окружающей средой, что поможет пернатам маскировать свое убежище и сохранить своих птенцов. Хотя на многих скворечниках красуется специальная корона. Есть же в гостиницах номера люкс. Вот и для птиц придумали такую красоту. Съездили на строительный рынок, купили весь материал. Я непосредственно принимал участие в постройке, выборе, шлифовке. Все это сделано руками реабилитантов. Это достаточно хорошее дело. Весна, скоро прилетят скворцы, им нужно где-то жить. Увеличение популяции тоже влияет, потому что это улучшение условий их жизни. Естественных дупел очень мало в парке, и поэтому развеской гнездови возможно увеличить это количество, что привлечет птиц с окрестных территорий, с зимовок, которые здесь найдут свое жилище. С помощью проволоки и деревянного бруса свой скворечник прикрепляет к дереву и глава администрации Нижегородского района Игорь Согин. Вспоминает, что сам когда-то их делал на уроках труда, а на биологии ходил сюда же, в парк Кулибина, чтобы здесь их повесить. Мы же вот в этом парке гуляем, мы его холим, лелеем, мы его благоустраиваем всем миром. И если человек каждый привнесет что-то хорошее, мир изменится к лучшему. Тем более сейчас весна, мы этой акцией сегодня призываем весну. Заметьте, наверное, на следующей неделе будет тепло. Это очень важно для увеличения численности птиц, в частности в парке Кулибина. Я бы очень рекомендовала всем нижегородцам у себя во дворах, на дачах вешать скворечники весной, зимой вешать кормушки, подкармливать птиц. Потому что птицы очень важны для нашего города, они спасают нас от различных вредителей, от насекомых. Осталось только вновь дождаться плюсовой температуры. И певчие скворцы с другими перелетными птицами скоро будут обживать свои новые дома. Тимур Хакимов, Сергей Пермовский, Объективно, ННТВ